Как развивать детей, для чего это необходимо, на какие кружки водить и что они дадут. И вот до интересных фактов один из телезрителей поделился своим мнением, я думаю, было интересно. И сейчас в нашей студии еще один гость, который тоже поделится своим мнением и расскажет, как правильно развивать детей. У нас в студии сегодня Ирина Украинцева, психолог, наш давний друг нашей программы. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Как ваши дела? Все отлично. Скажите, как настроение с утра? Отлично. Ну и первый вопрос. Сегодня говорим о детях, как их развивать, как правильно развивать ребенка. Посоветуйте родителям, как не бросаться из крайности в крайность. Да, сейчас... Вот эту золотую середину. Да, сейчас я, кстати, телефонный звонок тоже слышала. Правильное было мнение, кстати? Ну, это субъективное мнение, скорее всего, потому что, когда чересчур ребенка нагружаешь, возникают различные проблемы. Я видела такие случаи, когда ребенка из кружка в кружок, то есть поиск себя, и в восьмом-девятом классе ребенок совершенно уже ничего не хочет, потому что и в бассейн ходил, и на волейбол ходил, и на баскетбол, и что угодно. Я все-таки рекомендую определиться с несколькими кружками. Затем, знаете, какую сторону вы хотите развивать. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был спортсменом, допустим, футболистом или каратистом? Ребенок должен заниматься этим с детства. То есть мы знаем прекрасные спортсмены, получается, тогда, когда они постоянно, дисциплинированно ходят на определенную секцию, а то бывает и так. Отдали ребенка в секцию, а не нравится. Давайте в другую ребенку. Да ребенку некоторым детям вообще нигде не нравится. И чтобы выработать, усидчивать, скорее всего, нужно поговорить с ребенком. А иногда дети, они сами говорят, я хочу на футбол, я хочу туда-то. И поэтому прислушаться к мнению ребенка. И если он туда захотел, он пошел на эту секцию, то родителям, скорее всего, нужно настоять, чтобы ребенок продолжал занятия. Изучение языка, определенная секция, две секции – это более чем достаточно, чтобы не перегружать детей. Три, четыре, пять секций – это уже перегруз, передоз. Ребенок не успеет переключиться, и он сам потом не будет знать, чего он хочет. Ну а как вы относитесь к тому, что есть такие родители, согласитесь, которые вот, что родителю нравится, вот туда ты и будешь ходить. Такое диспатичное решение. Да, но, видимо, эти родители в детстве не могли себе там, ну, может быть, не ходили туда или еще что-то по каким-то определенным причинам. Ну, знаете, родители, конечно, должны считаться с мнением ребенка, это очень важно. Но, тем не менее, если родительское решение уже есть такое, чтобы ребенок посещал секцию, ну, тогда быть твердым уже в своем намерении до конца, так скажем. Чтобы потом на каком-то этапе ребенок это чувствует, что, а, ну, можно же бросить. Это и в будущем отразится на работе. То есть ребенок не будет постоянным. В жизни, да? Да, он будет, а, ну, там можно, ну, там везде понемножку и нигде ничего, так скажем. Ну, вот одно из мнений вы сейчас прокомментировали, у нас есть Дина Ниязова, да, концерт-мейстер, вот, и для программы крупным планом мы с ней писали интервью большое, и тогда мы говорили, да, вот по поводу детей. Она говорит, я за то, чтобы настаивать на том, чтобы дети занимались, к примеру, просто музыкой, потому что приводили Академия Творчества, была у нее, да, и приводили детей и говорили, он ходит на занятия такие-то, спорты и музыки. И музыка, и рисование, и еще что-то. И мы хотим еще и музыкой заниматься. И она говорит, бывает, что дети все и ни о чем, вот именно этот момент, да, вот от того, о чем он говорит. Да, согласна с ней, полностью согласна, потому что родители разные, родители молодые есть, родителям нужно, родители тоже нужно обучать, так скажем, да, мы должны их информировать, подавать правильную информацию, потому что родители сейчас хотят вундеркиндов, а нужно... Чтобы мой ребенок был гений, особенно, да. Гений, да. А нужно принимать своего ребенка таким, какой он есть. Если у него есть определенные способности развивать эти способности и не давить на ребенка, а таким образом, ну, музыка, смотрите, музыка, это вообще определенная область. И, скорее всего, тот, кто занимается музыкой, он только ею должен заниматься. Ну, еще языки, чуть-чуть. Ну, а как вот увидеть, разглядеть в ребенка? Таланты, да, вы имеете в виду? Ну, я так скажу, дети сами чувствуют. Вы замечали, что ваши дети говорят, я хочу, там, заниматься музыкой, кто-то поет с детства, кто-то гоняет мяч, то есть дети видят эту информацию по телевидению, ну, и так далее. А если вы хотите распознать, то, конечно, опять же, это методом наблюдения, методом разговора. Если ребенок ходит в школу, поговорить с классным руководителем. Если ребенок в детском саду, а чем мой ребенок интересуется, а что ему нравится? Ну, как-то так. Ну, Ирина, сегодня мы в студии втроем, да, и все мы из советского времени. Да. И некоторые люди того времени, да, рассуждают таким образом, вот мы не ходили ни на какие курсы ментальные, арифметики, ни на английский, но выросли ведь, в конце концов, людьми и показываем сейчас свой потенциал. Вот есть такое мнение, как считаете, правильное оно или нет? Ну, я в детстве ходила в музыкальную школу, вот, хотя до третьего класса потом не очень хотелось мне ходить. Моя мама поступила мудро, она собрала мне вещи и сказала, вот, если ты не пойдешь сегодня в музыкальную школу, ты здесь жить не будешь. Естественно, я поверила, и пришлось закончить. Но я хочу сказать так, действительно, многие сейчас нынешнее поколение не занимались, выросли замечательными, прекрасными людьми, добившимся успеха. Все зависит от потенциала. Может быть, вы просто занимались, учились в школе, да, и вам было достаточно, там, сказать, сказать времени, чтобы подумать, кем я стану. Поэтому у каждого человека свой выбор. Не нужно следовать тенденциям моды, поступать так, как все. Вон, у соседей там ребенок ходит на 10 секций, а что наш, ну, не так, да хуже, и мы его отдадим, да. Да, но, конечно, смотрите, немножко сейчас другой век, много, так скажем, информации, много гаджетов, и иногда, чтобы спасти ребенка от зависимости. Потому что мы-то, если не ходили никуда в наше время, то мы чем занимались? Мы наслаждались природой, гуляли по паркам, да. Они сидели в компьютере, да. Да, они сидели в компьютере, мы познавали этот мир. А нынешние дети, если они не посещают заведение, то что? Это телефон. Поэтому, чтобы занять каким-то образом ребенка, ну, хотя бы одна секция. Есть даже бесплатные, есть даже в школе секции там спортивные. Поэтому, но не перегружать и не смотреть на кого-то, не сравнивать своего ребенка с другими детками. Ой, Ирина, спасибо вам огромное, что вы поделились сегодня своим мнением и советами, рассчитывая на то, что они были полезны нашим телезрителям. Напомним, что сегодня на студии был психолог Ирина Украинцева. Спасибо вам огромное. Вам тоже спасибо. Еще раз рассчитываю, что в студии вы появитесь в нашей вновь. Благодарю. Ну что ж, на этом наша программа не завершается. Сейчас рекламный блог, после которого встретимся.